Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы поговорим о том, как стать большим. Итак, вы решили резко набрать массу. Есть три пути. Первый. Упорные тренировки и сбалансированная диета. Второй. Упорные тренировки и еда в волю. Что хочешь и когда хочешь. И, наконец, третий. Бросить тренировки совсем. Рухнуть на диван у телевизора и налечь на гамбургеры и пирожные. Третий вариант, безусловно, добавит массы. Только вряд ли такая масса вам понравится. Ну, а если без шуток, какой из первых двух вариантов верен? Некоторые спецы утверждают, что для накачки масса необходимо отказаться от аэробики. Есть побольше и повкуснее. И даже увеличить потребление жира. Прежде чем верить доморощенным экспертам, давайте разберемся, где же тут истина. На самом деле, единственный способ накачать мышечную, а не жировую массу, это интенсивный тренинг. Плюс хорошо сбалансированная диета. И что принципиально важно в комплексе. Если пренебречь одной из составляющих, тренингом или питанием результата, либо вообще не будет, либо он может оказаться прямо противоположным вашим намерениям. Вместо мышц вы будете качать жир. Рост. Накачать мышцы без тренинга невозможно. Это очевидно каждому. Поэтому силовые упражнения – основной фундамент, на котором строится мощное тело. Да, существуют различные методики и стратегии тренинга. Но, если не вдаваться в детали, суть у всех – система одна. Нагрузки должны быть интенсивными и идти по нарастающей. Иными словами, чтобы обеспечить рост, вы должны постоянно повышать нагрузку на мышцы. Принцип перегрузки. Только при этом условии они станут больше и сильнее. Общие рекомендации для тренинга на массу таковы. На каждое упражнение по 5-8 повторений. На каждую часть тела от 2 до 4 упражнений. По 3-4 сета. Отдых между сетами довольно короткий. От 1 до 3 минут. Чтобы мышцы не успели полностью восстановиться. Каждую часть тела прорабатывайте раз в неделю. Основной упор – делать на комплексные многосуставные движения. И чередуйте такие тяжелые периоды с легкими. Помните, время, которое вы проводите в зале, должно быть на 100% полезным. От того, как вы тренируетесь, зависит ваш прогресс в наборе массы. И если вы не будете нагружать свою мускулатуру по максимуму, никакая диета и никакие добавки не сделают вас большим. В грубом приближении можно сказать так. Рост массы прямо пропорциональному количеству калорий, которые вы получили в сверхпотребности вашего организма. То есть полученные калории минус израсходные калории. И если вы упорно качаете железо, а масса никак не растет, значит вам не хватает калорий. Но как же определить свое число калорий? Да, очень просто. Посчитайте, сколько калорий вы съедаете и сколько расходуете в жизни и на тренировках. В этом вам поможет таблица «Суточное число калорий». Зная свой вес, вы с помощью этой таблицы сможете вычислить количество калорий, необходимых вашему организму. По данным ученых, нормальная прибавка веса, когда растут мышцы и не растут жировые отложения от 1 до 1,5 кг в месяц. Для такой прибавки надо увеличить суточное число калорий. Только не надо забывать, что по мере набора массы вам придется пересчитывать суточное потребление калорий в день. Рано или поздно вы приблизитесь к генетическому пределу роста мышц. Поэтому каждые 2-3 дня месяца имеет смысл проверять процент жира в общем весе тела. Это поможет разумно корректировать потребление калорий. Верно подобранное число калорий еще не гарантия того, что вы грамотно питаетесь. Важно, чтобы диета обеспечивала правильное соотношение необходимых организму питательных веществ. Питательные вещества делятся на 2 группы. Макроэлементы – протеин, углеводы, жир. И остальные элементы – витамины, минералы, вода. Всех их надо получать ровно столько, сколько требуется. Это еще один закон роста. Наверняка вы уже знаете, что протеин в диете культурист – компонент номер 1. Ведь именно из него строятся мышечные ткани. Кроме того, протеин укрепляет иммунную систему и улучшает работу отдельных клеток. Поэтому общая доля протеина в вашем суточном рационе должна составлять не менее 30%. Углеводы – главный источник энергии. Поэтому их доля в общем числе калорий должна быть самой значительной – от 50 до 55%. Причем предпочтение следует отдавать комплексным углеводам – крахмалам, крупам, сухим хлопьям, овощам. А простые сахара, столовый сахар, десерты, соки следует потреблять умеренно при нашем общем суточном числе калорий. Набор мышечной массы – это не просто набор веса. Поэтому с гамбургерами и жареной картошкой надо быть поосторожнее, хотя в эпизодическом употреблении такой пищи нет ничего криминального. Главное, чтобы количество жиров в рационе не превышало 20% от общего суточного числа калорий. И учтите, начисто исключать жир из питания недопустимо. Жиры – это энергетический запасник организма. Они укрепляют суставы, защищают органы, участвуют в секреции гормонов и других жизненно важных процессах. Так что совсем отказаться от них нельзя. Чтобы вы поняли, как важна вода, достаточно сказать, что мышцы на 75% состоят именно из нее. Кроме того, вода помогает организму усваивать питательные вещества. А для тех, кто принимает добавки с креатином, повышенное потребление воды – вообще жизненная необходимость. Общие рекомендации такие. Выпивайте в день не менее 2 литров воды. Плюс 250-300 мг за полчаса до тренировки. Плюс по 250-300 мг каждые 10-15 минут тренировки. Плюс после тренировки 2 стакана воды на каждые потерянные полкило вашего веса. Витамины и минералы необходимы для нормального функционирования всех клеток нашего организма. Если вы придерживаетесь хорошо сбалансированной диеты и едите от 5 до 7 раз в день, то о витаминах можно особо не беспокоиться. Но поскольку качество выпускаемых сегодня продуктов питания оставляет желать лучшего, прием поливитаминов с минералами раз в день не помешает. Организм имеет привычку приспосабливаться к нагрузкам, поэтому время от времени приходится менять интенсивность тренинга. То же самое происходит и с питанием. Например, бегуны на марафонские дистанции приблизительно за неделю до старта понижают потребление углеводов от 20 до 40% от общего суточного числа калорий, сохраняя при этом уровень тренировочных нагрузок. А за 2-3 дня до соревнования доводят долю углеводов до 70-80%, сначала создавая углеводный дефицит, а затем загружаясь в повышенном количестве углеводов. Спортсмены заставляют организм активно запасать гликоген в мышцах и печени. Бодибилдеры, кстати, тоже циклируют свои диеты. Трехкратная мисс Интернешнл Лора Кревер, готовясь к Олимпе 98, придерживалась такой же схемы. Соотношение протеина и углеводов 1 к 2. Жиры от 15 до 20%, а когда возникла угроза лишнего жира, она сократила долю углеводов и повысила долю протеина. У профессионала Джей Капперов другой подход иногда перед соревнованиями. Я немного увеличиваю количество углеводов за счет сокращения доли протеина, говорит он. Но вообще-то я против крайности, как в тренинге, так и в питании. Тренироваться надо упорно, но без травм. А диеты составляют жесткие, но без риска для здоровья. Есть 5-7 раз в день. Задача непростая, особенно если готовить самостоятельно. Поэтому вряд ли вы найдете хоть одного профи, который обходится вообще без добавок или заменителей питания. Питательные коктейли экономят время, а это очень важно, если у тебя жесткий жизненный график. Однако, опять-таки, не стоит впадать в крайность и сидеть на одних заменителях. Добавки должны оставаться добавками. Ваша главная задача есть самые качественные продукты и полностью удовлетворять потребности своего организма в питательных веществах. Если вам не хватает натурального протеина из пищи, тогда помогите себе протеиновыми порошками. Бесспорные добавки, креатин или глютамин. Никаких вредных побочных эффектов. Заток пользы навалом. И еще один совет. Не покупайте добавки, которые содержат слишком много углеводов и мало протеина. Это бесполезная трата денег. Бытует мнение, что при накачке мускулатуру следует полностью воздержаться от аэробных упражнений, поскольку они сжигают массу. Это абсолютно неверно. Если вы правильно питаетесь, аэробные упражнения не сожгут ни грамма ваших мышц. А вот жир очень даже. Качая мышцы без аэробики в довесок мышечной массе, вы получите еще и жировую. К тому же не надо забывать, что аэробные упражнения очень полезны для сердца и сосудов. Вот что говорит профессионал Джей Кадлер. Я занимаюсь аэробикой практически каждый день по 20 минут. И у меня все в порядке. И с мышцами, и с сердцем. Не понимаю качков, которые избегают аэробики, боясь растерять массу. Но если ты посадишь сердце чисто атлетическими нагрузками, зачем тебе твоя масса? Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok